я приветствую вас мои дорогие подписчики и уважаемые гости моего канала мы с вами продолжаем изучать прекрасный 3d пакет blender и у нас по плану марафон в рамках одного небольшого курса по интерьеру вторая часть моделируем кресло поехали и так вот версия 2.81 и давайте откроем кресло я уже подготовил файл точнее да я уже подготовил файл который мы с вами с которым мы работали на прошлом уроке это были стены теперь это будет кресло смотрите давайте тогда создадим бокс shift а и создаем бокс куб сразу давайте назовем его креслом есть киевица или русские буквы так будет интересно звучать хорошо выберем тогда рентген поспорим спереди смотрите я примерно знаю уже его высоту смотрите ножки будут у нас или давайте я покажу сразу изображение reference да так будет правильно вот чтобы всем видели чтобы вы лучше могли представить как добавить reference в 2.81 нажимаете вид ой пардон нажимаете добавить дальше идем вот сюда имидж и здесь выбираем reference дальше выбираем просто картинку которая нам нужна это у меня два или один а без . 2 вот смотрите подробнее о том как управлять вот этой картинкой как ее настраивать есть настройки вот они я расскажу когда буду создавать продолжать серию уроков о моделировании персонажа волка там нужно будет до моделить лапу и создать голову ему мы уже будем делать это в новой версии и там я расскажу там надо будет перезагрузить наши рифы потому что тогда мы делали студию еще в 279 и даже 278 точно не помню и так вот это крест смотрите что в прошлый раз моделируя его я создавал его по картинке но уже по другой что в этот раз мы будем с вами создавать его по картинке но уже по этой и так кресло высоту ну человек возможно сядет будет выше его головы да если это расстояние следит а это метр там 80 давайте пусть будет сейчас мы прикинем смотрите удерживаем control и подымаем его сюда если это будет метр нужно значит с z и уменьшаем смотрите я делаю сейчас сколько это если это шить метр двадцать метр двадцать само кресло пиде 45 сиденья и где-то 80 это метр двадцать пять примерно но это если от пола а так как у нас еще ножки будут там может быть 30 для то можем отнимать это 95 ну пусть 90 по 45 значит еще чик чик вот по 40 вот по 50 пусть будет метр пока теперь по ширине по ширине ну вот такой ширины делаем это у нас получается 80 подлокотник по 10 и 60 очень широкое кресло но мы потом еще подрегулируем если и глубина с y где-то я сейчас держу control кто не догадался 80 давайте пусть тоже будет 8 все пока так теперь скроем наши стены чтобы они нам не мешали поместим наше кресло на нужную нам высоту ну где-то 30 вот метр тридцать она получилась высоту я думаю нормально и так наши рифы рядышком давайте ближе подвинем вот так поехали первое что я сделаю смотрите это намечу примерное примерный рисунок основных деталей так основные детали control r нет давайте от начале сиденья есть сделаем пока 20 потом если что теперь стоп поэтому пока делить не будем почему объясню потому что я потом буду использовать мир а давайте я удерживать мир а вернее применять мир и у меня мне не понадобится пока вот эта разметка нажимаем f выделяем снова нажимаем f вот у нас появилась вот такой вот уже сиденье выбираю лучше выбирать с двумя вот этими вот вершинками с двумя рядами куда-то вот сюда пойдет она а вот это подымется на высоту подушка плюс еще 20 ну где-то 40 пока там посмотрим это у нас уйдет вниз сейчас вот зря это сделал давайте сделаем чуть-чуть иначе смотрите теперь наверное я поделю пора уже нажимаем control r и есть у нас смотрите если мы будем смотреть сбоку когда мы нажимаем бить сбоку мы будем смотреть слева получается значит нам нужно все удалить с правой стороны удаляем вершинки с правой стороны идем модификаторы в список модификаторов и применяем первый модификатор мира можно включить эту вещь чтобы видеть вершинки в режиме правки клиппинг что такое клипинг кто не знает давайте покажу вот мы сейчас выделили видите мы можем изменить расстояние между копиями таким вот разрывом или выделить все и вот так изменить до расстояние вдруг нам понадобится а если вы сделаете клипинг то этого уже делать нельзя все видите то есть я двигаю вот что такое клип так дальше давайте разметим вот здесь один раз подведем на где-то на 10 теперь можно сделать экструдирование можно перейти в режим так пардон control tab ладно не хочет давайте так дальше я отключу рентген и включу обычный вид так вот выбираю вот эти две и делаю экструдирование пока так смотрите они по-разному будут выходить ну все мне опять нужно переходить режим вершин я выбираю и так мне уже надоело ребята смотрите я вообще привык выделять правой кнопкой правой кнопочкой вот поэтому я сейчас себе переделал вы как хотите если вы хотите тоже права если вы привыкли нажимаем preference вот и здесь есть input и нет даже не input а навигатор кеймап кеймап и вот тут селик вы из рай вот в новой версии появилась вот такая галочка то есть или она со временем саму пересохранить потому что вот тут авто стоит или надо нажать нажимать и буду что мне здесь кресло останется ну потом я это сделаю так смотрите я сейчас подвинул сюда дальше я в принципе придется все таки наверно мне включить 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 рентген пока так чуточку чуточку теперь вот это подымаем выше подымаем смело до 40 хочу влево-правый вверх хочу только вверх может вообще отключить смотрите мне на принципе не нужная так для начинающих это сделал я могу вообще идем включать вот так я всегда горячими клавишами это делаю мне это как-то не надо так дальше смотрите давайте теперь что нам надо нам надо вот это отвести развести стороны нажимаем gx разводим стороны удавайте на 10 там видно дальше надо будет развести еще вот это но разводим только до диагонали и наверно это внутреннюю часть мы не разводим только вот это ведь что я делаю сейчас вы увидите чего нам не хватает так вот я развожу все теперь видите вот такой впереди получился давайте еще впереди получился такой вот расход ну нужен он ли он а там не посмотришь но вы делали по картинке ничего не поделаешь грейтс так и так давайте г x но здесь должно быть меньше чуть-чуть здесь г плюс толщина сейчас будет другая ну пока давайте немножечко разведем вот смотрите теперь нам не хватает вот тут вот лет как неудобно вот нам не хватает еще вот здесь ряда я бы сделал потому что ну провал такой получать вот ну это это сделаем инструментом кей кей говорю нож в общем да режем вот так вот так сюда и вот сюда нажимаем enter теперь смотрите надо как-то это подровнять один уровень до что мы делаем переходим сюда включаем рентген b выбираю выбираем нажимаем с z и 0 с z 0 вот ну так как она немножечко прыгнула то есть мы сравняли начали в один level горизонтальный да теперь мы опускаем назад о ой мама что-то тут как-то так я какую-то вершинку нечаянно выделил когда так никакую с z 0 чем туда скачет нашу к это привязка включена что ли интересно интересно а вот сюда сверху 2 включены так все есть с z 0 отлично теперь все и вот теперь давайте я выключу снова рентген что вам было понятно теперь хорошо давайте я включу он просто указатель показывает куда двигать мне тогда не нужно а вот зрителю новичку особенно это надо смотреть теперь ему так вот подводим и у нас получается уже формируется наше покое боковая стенка скажем так весла плюс естественно естественно вот эти две тоже надо чуть-чуть сюда эту тоже это наверное еще и вот эту вот тут чуть-чуть возможно даже вот полом с ножкой так сказать ну это слегка слегка чтобы они повторили повторили позу смотрите у нас время еще есть так ну давайте снова включим рентген б и здесь сведем чуть-чуть вот сюда а смотрите до каких пор я это делаю чтобы назад выровнять вот я двигал да вот тут чуть-чуть я возвращаю обратно а вот тут сзади она уже сместилось мы это сейчас вернем обратно то есть вот это вот назад хотя может быть оно и плохо так теперь сузить надо сузить обязательно мы берем вот эти две то даже три и начинаем делать меньше потому что ну это же подлокотники подлокотники какие они изящные вообще тут у нас как-то все ненормально мы так давайте на тогда еще вот это мы возьмем чуть-чуть сюда расширим тут кстати надо еще вот эти поправить вершинки две так вначале мы их отведем назад а вот а теперь мы их отведем в сторонку вместе вот с этим тот же сразу станет обе вот все уже интереснее вот эти вещи конечно начинающему начинающему моделеру сразу он не может видеть где что поправить потому что вот я уже могу заглянуть перевода и посмотреть представить как она будет там дальше у меня поэтому мне легче а вот ну пока тренируйтесь так сказать учитесь смотрите тут на я тоже можно давайте сейчас перейдем в рентген смотрите что мы делаем выберем переднюю часть это же немножечко вот так сделаем я думаю что он будет хорошо а мы вот так да как раз от у нас как-то кресло сильно расширялась ну может быть я погорячился может чуть чуть меньше то есть снизу пол смотрите снизу вроде бы как идет сужение да а тут уже идет расширение на седлухи это в общем то я думаю так должно быть это про это хорошо получается и тут еще можно еще период вот этот не надо расширять скорее всего сузим да все таки мы сузим еще ой все этому хватит равнять остальные нюансы уже какие-то тонкости мы на детализации ну да сбоку у нас помню так а еще вот это можно смотрите у нас тут раз два три 4 5 6 для сидения это много на самом деле смотрите что мы делаем за счет того что я сейчас вот так уменьшу и вот это так получится красивая форма небольшой но мы не украдем у нашего может быть это чуть-чуть сюда чуть-чуть мы немножечко заберем усе у той части где мы сидим но при этом это не будет у нас это не отразится не отразится на изменение формы в ущерб комфорту давайте шик с и курсор куда-нибудь в центр что я думаю что пора применить модификатор подытожить эту часть урока применить модификатор смотрите в блендере можно в отличие там например каких-то там других программ хотя по моему 3d max и в мае это можно делать но не важно можно применять модификатор сразу находясь в режиме правки при этом он применяется ко всему объекту вот давайте нажмем сюда и применим сад девайсов смотрите что произошло я сейчас так и оставляю так мне будет удобнее конечно тут мама не горюй вначале но мы сейчас все поправим первое что мы сделаем давайте будем погнали на крайне добавлять первым добавляем сюда и добавляем так смотрите я хочу сделать и рендер и viewport 1 я буду экономить пока добавь и подвигаем так еще раз я хочу вот в режиме что привязка шла у меня по как бы по рельсам до по ребрам чтобы я не буду слишком высоко делать хотя знаете можно сделать сделать нормально дальше 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 снова сбоку снимаем выделение теперь эти крайние давайте доведем там еще поправим еще очень много нам принципе создавать теперь здесь в общем в принципе везде где это возможно везде нужно создать вот эти вот тут и примерно расстояние одно и то же выбираете внизу вот теперь где нам не хватает внутри ну вот здесь внутри не надо дальше сюда сделали сюда сделали в эту сторону сделали а мы попробуем так а вот так видите я сейчас покажу еще раз тут не видно на копии непонятно на оригинале нужно же мир идет вот и еще смотрите а тут я делать уже буду отдельно скорее всего резать почему потом то есть я не буду сразу вот так по всему периметру делать вот эти вот вещи потому что хотя можно вот так вот еще последний штрих давайте я покажу как я делаю вот здесь последний штрих о ну пусть будет последний штрих будем потом поправлять его у нас плавный тут идет смотрите плавность вот такая тут и тут и возможно что где-то я увеличился и слишком сильно выровнял но мы потом исправим этот момент да вот начнем вернее не начнем а подытожим пока эту часть вот этой этим креслом это нормально 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 можно еще нажать смотрите вид нет не вид объект и вот здесь есть у нас шейд смуз и вот так вот сгладить чтобы сразу смотреть уже на сглажен все по порции еще пропорции мы еще не угадали вот тут еще вздутость но все это мы с вами сделаем в следующей части урока в общем я благодарю за внимание с вами был романенко евгений под если вам понравилось подписывайтесь ставьте лайки пока пока